Установили новые шведские стенки и душевые кабины, купили новые мячи для волейбола. В одном из поселков Копейска реконструировали школьный спортивный зал. Подробности у Ирины Гончаренко. Пятиклассникам гости школы дарят новые мячи для волейбола и баскетбола. Инвентарь тут же испытывают в деле. Школьники делятся на две команды. Первое задание эстафета, второе бег с мячом. Соревнования проходят в обновленном спортивном зале школы в поселке Калачево. Его ремонт завершили к новому учебному году. Здесь полностью заменили пол, покрасили потолки и стены, установили окна и дополнительные батареи, чтобы в зале зимой было теплее. А самое главное, теперь в каждой раздевалке есть душевые. Душевые кабины были, но они не работали. Канализация не работала, не хватало рожков, потому что по санитарным нормам положено на каждые 10 мальчиков, 10 девочек по новой душевой кабинке. И сейчас все это приведено в соответствии с санитарными требованиями. Эта школа попала в программу партии «Единая Россия. Детский спорт». Здесь ремонт на полтора миллиона провели за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. А еще в этом году на территории школы провели благоустройство по партийной программе «Городская среда». Засфальтировали подъезд к школе и парковку. Кроме того, на территории Копейского огруга реализуется еще один партийный проект «Местный дом культуры». Это творческие коллективы Дворца культуры в поселке Бажово. Они встречают гостей в обновленном фойе клуба. Вот так он выглядел до ремонта. Стены выцвели и стали бледно-голубого цвета. На фасаде отпала лепнина, белая штукатурка. Из-за грязи стала грязно-серого цвета. Из областного и федерального бюджетов на капитальный ремонт было направлено почти 7 миллионов рублей. Все здесь заменили полностью крышу, обновили фасад и провели косметический ремонт внутри. Все это совершенно изменилось, даже вот эти шторы. Поэтому видно, что к ремонту отнесся и коллектив, и городские власти с большой любовью. Были сэкономлены средства и в процессе конкурсных процедур. Поэтому и эти средства тоже пошли в дело. Дом культуры находится в самом центре поселка. Здесь традиционно собираются много людей. Его видно с центральной улицы. После того, как фасад обновили, это стало настоящим украшением села Бажова. Ирина Гончаренко, Борис Абрамов, ОТВ. 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 ОТВ.